Здравствуйте! И снова в эфире программа Управдом, ваш помощник в жилищно-коммунальных делах. Представляю экспертов программы. В нашей студии сегодня главный государственный жилищный инспектор Удмуртии Ренат Зиганшин. Ренат Варитович, добрый вечер. Добрый вечер. И постоянный эксперт Александр Евсеев, председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ Объединения Советов Домов Удмуртской Республики. Александр, тоже приветствую. Здравствуйте! В предыдущей программе мы обсудили, как выглядит картина с капремонтом через общий счет. Сегодня поговорим о капремонте с помощью специальных счетов. Их число за время действия работы фонда капремонта в Удмуртской Республике заметно увеличилось. Собственники, получается, сознательно отказываются от общего счета. С чем это связано? С тем, что люди не хотят годами ждать капитального ремонта в своих домах? Начну с того, что в Удмуртской Республике в программу капитального ремонта общего имущества включено 7 187 многоквартирных домов. Из них на специальных счетах владельцев специальных счетов формируют собственники 3056 многоквартирных домов. В отличие, если сравнивать со счетами фонда капремонта, где 3948 домов, вроде бы разница есть, но в квадратных метрах, в первой расчете, площадь по площади, то количество превышает более чем в два раза. То есть вы правильно заметили, да, действительно количество спецсчетов. Я бы так сказал, что люди не сейчас отказываются, а в самом начале, то есть в самом начале реализации региональной программы капитального ремонта, собственники стали активно включаться в эту систему и выбирать на общем собрании способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете. Поэтому, да, действительно, с 2015 года динамика идет на увеличение, но она больше, конечно, сформировалась в самом начале, то есть в 2015-2016 годах. Понятно, что сейчас, когда дома вводятся в эксплуатацию, относительно новые дома, которые сейчас определяются с выбором способа формирования, конечно же, новые дома выбирают всегда специальный счет, поскольку эти денежные средства находятся в ведении, по большому счету, собственников, и распоряжаются ими также собственники, также определяют сами виды работ и могут корректировать сроки проведения капитального ремонта, в отличие же от общего специального счета. Это более выгодно, потому что к моменту наступления, так скажем, сроков ремонта у них будет приличная сумма на счете, это будут свои деньги. Да, совершенно верно. Сейчас большинство многоквартирных домов уже имеют такие фонды, как 10 миллионов, даже больше, то есть накопление. То есть работы не требуется или раньше работы уже были выполнены в рамках закона о фонде содействия реформирования ЖКХ. Да, у нас была программа более 10 лет назад, и в рамках этой программы тоже жилищный фонд восстанавливался. Как Удмуртия смотрится на фоне других регионов по показателю капремонтов, организованных на средства спецсчета? У нас следует заметить, что Удмуртская республика – это один из таких уникальных регионов, когда система формирования фондов капитального ремонта изначально сложилась так, что у нас большее количество многоквартирных домов выбирали именно в специальный счет. И эта динамика, и тот потенциал, который был изначально заложен, он сохраняется. То есть у нас по всем показателям Удмуртская республика всегда входит в тройку регионов по всей стране по проценту специальных счетов, которые накапливаются в общем объеме всех многоквартирных домов. Соответственно, сегодня большое количество работ проводится в рамках как раз специального счета. И количество этих работ, если в деньгах оценивать, то сегодня можно сказать, что вот за пять лет формирования фондов капитального ремонта по новой системе во всех многоквартирных домах Удмуртской республики более чем на 3 миллиарда рублей работ было выполнено. То есть это такой большой, достаточно значимый объем работ, которые собственники направили на улучшение своего общего имущества в многоквартирных домах. Сделали крыши, сделали капитальные ремонты системы водоотведения, водоснабжения, отопление поменяли, лифты меняют активно. То есть именно большая часть этих работ, она как раз собственниками выбирается самостоятельно, какой вид работ, в какой период делать, и выбираются в том числе сроки, когда эти работы выполнять, и кто конкретно эти работы будет делать. Ренат Владимирович, а какие имеются требования и ограничения по специальному счету? Ну, во-первых, как я уже сказал, решение принимается исключительно собственниками на общем собрании, собственников помещения в многоквартирном доме. Только один специальный счет в отношении одного многоквартирного дома. Денежные средства имеют целевое назначение только на капитальный ремонт. Ни на какие иные виды работ денежные средства направляться не могут. Договор специального счета заключается с банком, аккредитованным Центральным банком Российской Федерации, который имеет высокий кредитный рейтинг и собственные оборотные средства не менее чем 250 миллиардов рублей. У нас таких банков в Российской Федерации 8. Также те денежные средства, которые не используются, вот мне сейчас Александр Николаевич сказал про то, что на 3 миллиарда рублей работы выполнены, вот эта часть, которая осталась на специальных счетах, они, собственники, эти деньги могут использовать. То есть использовать на специальном депозите. Эти денежные средства переводятся в этом же банке на депозит, и уже собственники отдельно получают доход от этой суммы. Эти средства, эта доходная часть по спецсчету, также могут использоваться исключительно на капитальный ремонт. То есть заработанные за время нахождения в счетах дополнительные проценты, они тоже идут только на капремонт. Поэтому я понимаю собственников в тех домах, в которых не требуется по большому счету капитальный ремонт, и они не принимают решение, не торопятся с этим решением, поскольку если отсутствует необходимость, есть ресурс любой инженерной инфраструктуры, кровли, фундамента, стен, имеют определенный ресурс, поэтому без необходимости собственники не используют эти средства. Поэтому вот эта половина, которая не востребована, она связана с тем, что собственники не нуждаются. Ну, конечно же, есть те дома, в которых есть необходимость, но денежных средств недостаточно. К примеру, замена одного лифта от полутора до двух миллионов требуется. А чем рискует собственник, если пополняемость, собираемость низкая, ну, менее половины, допустим? Они рискуют тем, что они могут оказаться у регионального оператора на общем счете. То есть орган госжилнодзора, жилищная инспекция в данном случае ведет учет и контроль за обеспечением сохранности и за сбором денежных средств в виде взносов на капитальный ремонт. Все владельцы специальных счетов направляют ежемесячно отчетную документацию, по которой мы ведем реестр и владеем информацией. В тех случаях, когда фонд капитального ремонта на специальном счете снижается до менее чем 50%, как вы сказали, мы инициируем процесс перевода дома к региональному оператору. То есть устанавливаем срок, он законом установлен до 5 месяцев, но мы этот срок и определяем. То есть 5 месяцев для того, чтобы собственники могли пополнить фонд капитального ремонта. В случае, если в течение этого срока собственники не погасят задолженность, соответственно, дом переводится на счет регионального оператора. Таких примеров достаточно в Ульмурте? Я скажу, что не так много. Всего было 8. В прошлом году 6 и в этом году 4. Но в конечном счете после нашего уведомления управляющая организация, то есть владелец специального счета, либо ТСЖ, проводит работу с жителями и задолженность покрывают и увеличивают свыше 50% долю собираемости. Поэтому принудительно у нас перевод не осуществлялся в Ульмуртской республике. Но это тоже хорошо. Я добавлю, что здесь в данном случае это была как раз норма, она же федеральная, что если собираемость ниже 50% упадет, чтобы дом просто не оставался без денежных средств на капитальный ремонт, ответственность перекладываться на регоператор. Это федеральная норма. И здесь у нас как раз, почему вот таких переходов-то их практически и нет, потому что это связано с тем, что у нас изначально было правильно поставлено, правильно был организован процесс, что в каждом случае, при каждом специальном счете есть организация, выбранная собственниками, которая занимается начислением платы за этот капитальный ремонт. То есть отличие же опять же спидсчета заключается в том, что собственники, да, они являются более самостоятельными в использовании этих денежных средств, но с другой стороны, собственники должны сами нести дополнительные расходы на то, чтобы организовать процесс учета средств, которые поступают на этот специальный счет, организовать обслуживание специального счета в банке. Поэтому у нас таких случаев, когда собственники не выбрали лицо, которое начислением занимается, таких случаев нет. Из-за этого, раз выбрана уполномоченная организация, эти начисления все-таки происходят. Опять же, в других регионах бывали случаи, когда собственники выбирали, мы открываем специальный счет, вот владелец спидсчета, там региональный оператор, например, и организацию, которая за начисление платы никаких решений не принимали. Вот в этом случае собираемость, она вот как раз и может упасть ниже 50%, потому что если ноль начислили, соответственно, это меньше 50%, в таких случаях переходы возникают. Здесь важно каких-то таких моментов не допускать, ну, чтобы вот если организация вдруг, допустим, что-то с ней случилось, перестало начисление происходить, собственникам важно оперативно на это среагировать и с решением общего собрания определить другую организацию, которая этим будет заниматься. А если вместо капитального ремонта произведен текущий ремонт, надзорные органы реагируют на это, имеют право вмешиваться? Тут нецелевое использование средств получается, да? Да, это наша компетенция в случае обращения, либо в случае, если все решения общих собраний с 2015 года направляются на хранение в органы госжиннадзора, поэтому, в том числе и по капитальному ремонту. Если работы выполнены не капитального характера, конечно же, мы в данном случае инициируем проверку. По результатам проверки выдаем предписание осуществить возврат денежных средств. То есть, кто это инициировал, кто это выполнил. То есть, у нас решение должно быть законным. Если решение о проведении текущего ремонта выполнено, исполнено за счет средств взносов на капитальный ремонт, конечно же, это недопустимо. И у меня последний вопрос. Каким образом собственник получает информацию о том, сколько денег накопилось на специальном счете? Здесь все просто. Он обращается к владельцу специального счета. Владельцем специального счета может быть либо управляющая организация, ТСЖ, личный кооператив, либо сам региональный оператор. То есть, региональный оператор тоже может выступать в качестве владельца специального счета. Это как бы дополнительный его функционал. Поэтому, обратившись к владельцу специального счета, либо напрямую обратившись в банк с документом, удостоверяющим право собственности на помещение. Да, мы такие рекомендации тоже выдавали. То есть обычно такой вопрос часто возникает в случаях каких-то конфликтных ситуаций, сложных вопросов, и когда есть недоверие, например, информации, которую выдает управляющая компания, или надо эту информацию как-то проверить, мы вот как раз тоже практику отрабатывали действительно в адрес банка, в котором открыт специальный счет, любой собственник помещения может такой запрос заявления направить, прийти с документом, подтверждающим право собственности, и банки выписку по этому специальному счету выдают любому собственнику. Не обязательно это должен быть уполномоченный собранием собственник, не обязательно должен быть председатель совета дома, любой собственник может эту информацию получить. Ну что ж, благодарю вас за участие в программе, и до встречи в эфире. Продолжим обсуждать тему капремонта через неделю. Редактор субтитров А.Семкин